добрый день с вами программа оптимум и я андрей маховский сегодня поговорим о том почему нефть не гарантирует процветания чем власти хотят заманить пенсионеров на заводы как нпз обвалили прибыль целым регионам и откуда у меня чувство что мы находимся накануне грандиозного шухера а во второй части программы с экспертом бюрок дмитрием кругом обсудим что сулят нам планы властей на будущий год как вообще сегодня благоденствие может очень быстро смениться даже не штилем а вполне себе серьезным штормом и вот сейчас тот самый момент когда можно подписаться на канал белорусы рынок и поставить лайки нет будем искать на прошлой неделе на празднике дожинки в поселке корма гомельской области александр лукашенко сказал что договорился с российской компании руснефть серьезно как он выразился пощупать гомельскую область ну имелись конечно в виду геолого-разведочные работы поиск новых нефтяных месторождений и мы обязательно найдем там нефть которую советские времена скважины пробурили и бросить я хочу сказать что сейчас конечно очень подходящий момент чтобы опять порыться в недрах поисках какой-нибудь смерти но что после того как россия перестала платить премию белорусским нпз за переработку российской же нефти переработка нефти в беларуси потеряла значительную долю своей привлекательности статистика самих белорусских нпз закрыта мы ее посмотреть не можем зато мы можем оценить работу нпз на основе некоторых косвенных данных за 7 месяцев этого года убытки предприятий мозорского района составили 660 миллионов рублей год назад предприятия мозорского района имели прибыль в 260 миллионов рентабельность продаж мозорском районе ушла в отрицательную зону и составила минус 2 целых три десятых процента год назад рентабельность была положительной и составляла 6 половиной процентов и самое обидное не я в этом виноват и вот учитывая что 95 процентов промышленной продукции в районе обеспечивает мозорской нпз можно сделать такое обоснованное предположение что убытки району он тоже обеспечил тем более что в новополоцке где 98 процентов продукции обеспечивает нпз нафтан и связанный с ним завод полимер точно такая же картина там сумма убытков составила миллиард рублей короче желание найти какую-нибудь нефть понятно и объяснимо а вот с возможностями не все так однозначно так выпьем за то чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями сейчас беларуси известно 96 месторождений нефти разрабатывается 62 месторождения остальные не разрабатываются ну потому что овчинка не стоит выделки в результате в прошлом году в беларуси добыли 2 миллиона тонн нефти при том что белорусские нпз могут теоретически переработать около 20 миллионов тонн в год а ведь были времена когда белорусскую нефть еще только начали добывать то есть в конце 60-х начале 70-х годов то ее добывали почти 8 миллионов тонн в год в общей сложности с тех пор добыли 136 миллионов тонн нефти сейчас разведанные запасы того что осталось составляют около 45 миллионов тонн 9 миллионов тонн пусть 8 мы добывали нефти сегодня добываем 2 примерно 2 миллиона попутный газ и прочее в чем дело мне объясняют выкачали все я в это не верю и нефть беларуси действительно есть каждый год стране открывают ну какие-то новые месторождения проблема только в том что объемы на этих месторождениях меньше чем объемы годовой добычи ну то есть например в мае министерство природных ресурсов подпаскалась новым месторождением в гомельской области запасы на месторождении 150 тысяч тонн то есть меньше десяти процентов годового объема добычи при этом как признал министр природных ресурсов чтобы найти это месторождение потребовался комплекс многолетних геолого-разведочных работ поэтому несмотря на открытие новых месторождений запасы нефти в беларуси не растут а уменьшаются скажем еще в двадцатом году они составляли больше 50 миллионов тонн то есть за четыре года сократились на пять миллионов но даже с теми месторождениями нефти которые получается найти есть большой вопрос об их эффективности вы много лет проводите геолого-разведочные работы находите месторождение нефти на глубине четыре километра бурите скважину создаете какую-то инфраструктуру чтобы эту нефть добывать и по итогу получается месторождение с запасом меньше десяти процентов годового объема добычи на котором можно добывать там пару сотен литров нефти в день и возникает вопрос а стоило ли это месторождение того чтобы его вообще искать потому что ведь на самом деле ну не все полезные ископаемые одинаково полезны бывают такие полезные ископаемые от которых нет вообще никакой практической пользы последнее время министерство природных ресурсов начала активную рекламную кампанию белорусских полезных ископаемых конце сентября даже прошел специальный форум недра на котором презентовали просто ну десятки инвестиционных проектов по добыче полезных ископаемых потому что ну все-таки хочется получить от этих ископаемых какую-то пользу вот один из проектов разработка месторождение гипса в петриков скам районе ничего не хочу сказать плохого гипс нужны полезные в хозяйстве природный ресурс на который действительно есть постоянный устойчивый спрос разведанные объемы месторождения около 250 миллионов тонн ценный природный ресурс не нужно будет даже далеко возить потому что беларусь сама нуждается в гипсе и сейчас вынуждена его импортировать короче если вашему бизнесу нужен гипс то вам к нам министерство природных ресурсов к весне этого года разослала свое предложение о разработке белорусских гипсовых месторождений по всем белорусским посольством и 45 иностранным компаниям но ответа пока ни от кого не получила потому что есть нюанс строительство предприятия и шахты производительностью 500 тысяч тонн продукции в год обойдется в 55 миллионов евро а сама беларусь год импортирует гипса на 10 миллионов долларов то есть вот если сопоставить затраты и объемы рынка то окупаемости вложенных гипсовые месторождения денег придется ждать очень очень долго хотя возможно не так долго как от вложений в другой проект северо-западу от города ельская расположена главная инвестиционная площадка нашего района у меня под ногами давсанит давсанитовые руды это сырье для производства глинозема то есть в общем-то алюминия ну и вот если посмотреть невооруженным взгляд то это действительно такой грандиозный супер выгодный проект мировой рынок глинозема 70 миллиардов долларов сейчас годовой объем потребления алюминия составляет 90 миллионов тонн в год к сороковому году может вырасти до 150 миллион запасы руды на ельском месторождении оценивают 180 миллионов тонн потенциальный годовой объем выручки в триста сорок миллионов долларов и все вроде бы хорошо но как всегда есть нюанс вот это месторождение открыли еще в советские времена но заниматься его разработкой не стали не из-за советской безхозяйственности а совсем наоборот из-за хозяйственности потому что срок окупаемости проекта составит 26 лет запасы руды раньше кончатся чем он окупится потому что залегает руда на большой площади и когда этот проект впервые предложили инвесторам еще полтора десятка лет назад кстати стоимость строительства шахт и всей необходимой инфраструктуры оценивали в 1 и 8 миллиарда долларов сейчас инвестору предлагают другой способ добычи методом скважин этот вариант как считают белорусские власти обойдется дешевле на 500 миллионов долларов и окупится всего за 13 лет но это пока не точно скважин и метод финансово доступнее однако этот вариант связан с дополнительными исследованиями чтобы досконально отработать технологию процесса для этого в 2025 на месторождении планируется предварительная разведка то есть вот эти преимущества про которые рассказывают инвесторам они пока не подтверждены никакими эмпирическими данными потому что на месторождении не провели еще даже предварительную разведку и я сильно подозреваю что после предварительной разведки это полезное месторождение будет полезнее оставить там где оно лежит как с белорусским базальтом о проекте добычи которого я рассказывал в программе еще в марте и на которой белорусские власти тоже ищут себе подходящего инвестора напомню что базальт это сырье для производства базальтового волокна которое считается более экологичным чем обычное стекловолокно запасы базальта в беларуси оценивают 280 миллионов тонн а стоимость проекта по его добычи в миллиард долларов и конечно на хорошее дело никакого миллиарда долларов не жалко вот только опять есть одна малюсенькая проблема 22 году весь рынок базальтового волокна весь мировой рынок оценивался в двести восемьдесят пять миллионов долларов двадцать седьмом году по оптимистичным оценкам он может вырасти до 500 миллионов то есть еще раз 500 миллионов это оптимистичный прогноз вот прям на весь мировой рынок а вложение в производство базальтового волокна в беларуси обойдутся в миллиард долларов ну то есть в отличие от санита этот проект даже теоретически не может окупиться но если только все производители базальтового волокна не решат дружно уступить нам свой рынок в чем я лично сомневаюсь но в отличие от меня белорусские власти продолжают верить в чудо в то что какое-нибудь великое геологическое открытие позволит решить нам все экономические проблемы если бы нам сегодня 8 9 миллионов тонн нефти мы бы жили лучше чем самые богатые страны нашей планеты но нет ни 8 не 80 миллион тонн нефти никаких экономических проблем сами по себе не решают процветания государств а главное людей которые в этих государствах живут не имеет никакой прямой связи с наличием или отсутствием природных богатств именно такой вывод следует из работ экономистов даррена оджима глух саймона джонсона и джеймса робинсона которые на этой неделе получили нобелевскую премию по экономике как раз за исследование того почему одни страны процветают а у других со всеми их природными богатствами это не получается сейчас 20 процентов самых богатых стран в 30 раз богаче чем 20 процентов беднейших государств и причина бедности от них и богатство других не в заговоре масонов или рептилоидов спящих во льдах антарктиды есть очень четкая очень прямая взаимосвязь между процветанием и характером общественных институтов если говорить коротко то чем больше у общества есть легальных возможностей влиять на политику властей тем больше у этой страны шансов на процветание потому что мало иметь природное богатство надо еще уметь этими богатствами пользоваться многие африканские страны с которыми наши власти сейчас активно дружат могут похвастаться огромными запасами разнообразных природных ресурсов там алмазы золото уран литий чё только нет а богатством людей которые живут в этих странах могут похвастаться только некоторые и кстати интересная закономерность качестве друзей белорусские власти выбирают себе почему-то те страны у которых природных богатств на людей не хватает вот в дружественной нам венесуэле в год добывают больше 100 миллионов тонн нефти инфляция в прошлом году там составила больше 300 процентов средняя зарплата по состоянию на начало октября в районе 30 долларов у работников бюджетной сферы вообще меньше 20 по состоянию на начало этого года из страны бежали около 8 миллионов человек пятая часть населения масштабы бегства из беларуси пока конечно скромнее тем не менее как следует из статистики евросоюза за последние четыре года нашу страну покинули по меньшей мере полмиллиона человек ну на самом деле скорее всего больше но полмиллиона такая минимальная достоверная цифра ну и я уже не раз говорил что вот эта миграция она стала серьезной макроэкономической проблемой потому что уезжают в основном люди трудоспособного возраста а работать стране некому власти эту проблему видят пытаются решить но пытаются решить такими очень экзотическими способами грозят продлить сроки отработки выпускникам лишать дипломов уехавших из страны врачей милиция вот предлагала ввести уголовную ответственность для тех кто не работает и собиралась искать ну там каких-то тунеядцев по белорусским деревням чтобы привлекать их к общественно полезному труду но граждане алкоголики тунеядцы хулиганы кто хочет поработать и видимо как раз в развитии этой идеи александр лукашенко на прошлой неделе подписал закон согласно которому безработному свое пособие по безработице нужно еще заслужить нужно иметь трудовой стаж не менее пяти лет при этом числится на учете в службе занятости можно не полтора года как раньше а только год срок получения пособия сокращается с шести до трех месяцев ну и понятно что экономического смысла это не имеет даже если всех белорусских безработных лишить всех пособий по безработице то экономия в масштабах страны учитывая размер пособия и количество безработных составит десятки тысяч долларов поэтому смысл конечно в том чтобы создать стимул чтобы безработные активнее устраивались на работу ну во-первых учитывая размер белорусского пособия по безработице стимул такой по правде говоря очень слабый а во-вторых никаких скрытых трудовых ресурсов среди белорусских безработных но по крайней мере официально зарегистрированных безработных нет потому что количество официально зарегистрированных безработных составляет несколько тысяч человек то есть в рамках статистической погрешности то что власти давно придумали способ бороться с безработицей вот этот способ это размер белорусского пособия по безработице за которое власти еще требует от безработного 1000 мелких услуг поэтому регистрироваться безработным никто не хочет поэтому новый закон он из разряда надо что-то сделать а сделать ничего не получается вот как прозвучавшие на этой неделе обещание что работающим пенсионерам будут выплачивать полную пенсию они частью как выплачивали раньше и выплачивать сейчас собственно ну и я опять напомню что у белорусских властей давно есть такая идея чтобы вернуть пенсионеров на заводы чтобы решить проблему дефицита рабочей силы в 55-60 лет как у нас уходят на пенсию даже в 65 лет ну что-то за пенсионер это человек который еще может работать заговорили об этой идее еще в начале года но никакой практической пользы от этих разговоров не было дефицит рабочей силы с тех пор только вырос и привлечение пенсионеров не помогло потому что те белорусские пенсионеры которые могут и хотят работать они и так уже работают по данным министерства труда беларуси сейчас работает 445 тысяч пенсионеров каждый пятый по сравнению с двадцатым годом количество работающих пенсионеров кстати уменьшилась на 150 с лишним тысяч человек то есть результат всех усилий по привлечению пенсионеров на работу был пока отрицательным потому что проблему дефицита рабочей силы нельзя решить с помощью каких-то вот экзотических идей и и не получается даже купировать просто потому что миграция из беларуси это явление не частного а у такого системного порядка и я снова вернусь к нобелевским лауреатам ее можно решить только обеспечив нормальное функционирование стране общественных институтов решить проблему нельзя но имитировать бурную деятельность можно и это имитация бурной деятельности в решении проблемы дефицита трудовых ресурсов ничем принципиально не отличается от имитации бурной деятельности поисках ископаемых природных богатств принцип один и тот же главное не результат а процесс и вот сейчас последнее ну на правах по скриптуму шутка 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 я заметил интересную закономерность особенно интенсивные поиски скрытых полезных ископаемых у нас стране начинаются не просто так они всегда начинаются в трудных жизненных обстоятельствах вот первый раз александр лукашенко почувствовал в недрах беларуси природное богатство там не все алмазы золото или хоть что-нибудь там точно есть в одиннадцатом году я чувствую я всегда чувствую и сразу после этого белорусский рубль ушел в крутой пике а цены выросли больше чем на сто процентов потом они изведенных природных богатствах белорусских недр власти вспомнили на рубеже четырнадцатого и пятнадцатого годов когда с белорусским рублем все опять было немножечко не очень благополучно дальше были поиски скрытых природных ресурсов двадцать первом году когда запад впервые начал вводить реальные экономические санкции после бана на авиаперелеты и перед ограничением на белорусское калийное удобрение а с весны этого года власти опять заговорили про неразведанные запасы богатство нефть базальт гипс ну хоть чего-нибудь и вот поэтому чует мое сердце шумы накануне грандиозного шухера ну а сейчас поговорим с экспертом бюрок дмитрием кругом здравствуйте на следующий год нацбанк прогнозирует ставку рефинансирования среднюю ставку от 9 до 9 целых трех десятых процентов учитывая что сейчас она девять с половиной очевидно что ставку он собирается снижать ну собственно почему и на что расчет но я в этом вижу расчет надежду на то что ситуация с инфляцией подавленной административными методами будет приводить примерно к тем же результатам что и сейчас то есть давать возможность инфляцию сдерживать вот в рамках которых она находится и соответственно это даст больше поля для маневра либо напрямую процентной политикой либо я там считываю намек в мдкп также по использованию макропровенциальной политики для целей стимулирования экономики если режимировать другого хода другой интерпретации вот того что там заложено кроме того что административное регулирование цен по-прежнему будет таким якорем который будет сдерживать инфляции я не вижу то есть я думаю что расчет на это ну либо гипотетически это уже из области таких пространных космических рассуждений либо есть расчет на то что проблема инфляционного навеса за счет например того что в россии вот последние периоды повысили сцены что она уже не так остра и возможно предприятия они вот за счет того что смогли в кавычках спустить пар на россию они возможно несколько улучшили свою финансовую позицию в статистике мы пока этого не видим но это уже вторую гипотетически рассуждаю даже если такой расчет где-то присутствует он как раз таки чреват оборотной стороной я вот здесь про российскую инфляцию хочу упомянуть то есть сдерживать цены то что происходило происходит в беларуси уже достаточно продолжительный период времени на фоне а плюс-минус сдержанной инфляции в россии это одно но на фоне новых скачков инфляции в россии это как раз таки гораздо сложнее то есть сейчас на короткий период когда в россии был период ускорения цен это можно рассматривать как определенный плюс повышение ценовой конкурентоспособности белорусских экспортеров то есть в россии для них цены казались более благоприятными они спустили вот этот самый пара финансовые недостачи и это могло показаться что немножко нивелирует проблему инфляционного навеса но дальше это наоборот будет тянуть белорусские цены за собой поэтому даже если вот я к чему веду что если такой расчет есть он все равно в конечном итоге выливается в угрозу повышенной инфляции вот в проекте не проекте а уже утвержденным он дкп видно что этот расчет отсутствует то есть считают что инфляционной угрозы ему либо нету либо не хотят ее замечать вот если судить по уже утвержденным направлением денежно-кредитной политики можно ли на основании их оценить насколько стимулирующим будет монетарная политика в будущем году то есть ну грубо говоря стимула будет больше чем в этом или меньше скорее здесь намек что сильнее ну смотрите я чуть наверное на секунду отвлекусь от ндкп вообще сценарий если мы вот главный указ о прогнозных показателях соцэкономразвития возьмем то есть сценарий который заложен там я бы его назвал переориентация на инвестиционный рост то есть движущей силой во внутреннем спросе вот этот год предыдущий год был потребительский спрос который за счет быстро растущих зарплат которые в свою очередь вот такими сказочными темпами растут за счет нехватки рабочей силы это была главная движущая сила экономики и это все было на основе также достаточно хорошего состояния внешней торговли за счет экспорта в россию которые раздувался уже неоднократно обсуждали за счет военного спроса и за счет того что российский рынок менялся следующем году сценарий подразумевается что в россии подпорка вот этот фундамент виде роста экспорта пусть не в таких штабах как там были определенные рывки в этом году но сохраняется по-прежнему заложено что вот этот остов никуда не изменяется а вот во внутреннем спросе во внутренней экономике что нас ждут изменения если сценарий властей оправдался что потребительский спрос передаст доминирующую роль инвестиционный и для того чтобы это имело шансы на то чтобы реализоваться нужна больше подпорка нужно боль нужен больше финансы и финансовый и монетарный стимул для того чтобы предприятие инвестировали то есть да с одной стороны можно через госинвестиционную программу директивными инструментами заставить предприятие больше инвестировать за счет собственных средств но я уже упоминал и вот сегодня неоднократно до этого про далеко не благоприятное положение предприятий то есть далеко не у всех есть просто вот банально такая возможность направить больше средств на инвестиции соответственно где взять остается по большому счету тогда два главных источника либо из бюджетных средств но бюджете дополнительного фискального стимула практически не предусматривается то есть на инвестиционной цели а вот монетарный да вероятно из вот тех параметров которые мы видим в ондкп он подразумевается но при этом я уже в такие немножко лезу полутона в тексте что по большому счету скорее домыслы интерпретации но вот там как я вижу такое намерение чуть-чуть подстелить себе соломку то есть читается вот эта направленность на то чтобы создать предпосылки для финансирования инвестиционного спроса но вместе с тем есть оговорки что вот реальные процентные ставки тем не менее будут оставаться на положительном уровне то есть это можно интерпретировать как а вот если инфляция все-таки от войны то мы зададим чуть назад то есть мы так нажимать сильно на газ не будет по поводу инфляции было много надежд и ожиданий что в следующем году власти все-таки ослабит регулирование но вот опять же судя по всему этого не будет и опять же если оценивать эти прогнозы справедливо ли будет предположить что ценовое регулирование она станет наоборот жестче смотрите из той логики то что сейчас так спала в нашем разговоре наверно к этому выводу можно подойти но я бы все-таки чуть с другой стороны зашел нету же никаких гарантий что все пойдет по этому сценарию который закладывает правительство то есть потому что там заведомо предпосылки вот например самое главное из них что экспорт продолжит расти что подпорка стабильной внешней позиции сохранится но это как минимум не бесспорная предпосылка ну и кроме того как я сказал инфляция сама по себе вот тот инфляционный навес который уже сформирован она может стать проблемой и на этом фоне может тогда поменяться отношение к текущему статус-кво то есть если сегодня инфляцию можно вот держать ценовым регулированием брусле в рамках около пяти шести процентов то в следующем году могут поменяться приоритетов то есть я веду к тому что да с одной стороны могут быть попытки ужесточения инфляции если все будут идти плюс-минус по плану инфляции будет выпрыгивать из отведенных ей берегов но на другой стороны если например более приоритетными станут вопросы финсостояния предприятий если проблемы с текущим счетом будут обостряться то вот здесь как раз таки может наоборот это подействует что сдать чуть-чуть ослабить наоборот ценовое там чуть-чуть или не чуть-чуть ценовое регулирование ну или оставить вот где-то в текущем состоянии же а можно ли ожидать что в следующем году уже после электоральной кампании может случиться такой более или менее резкий разворот в экономической политики радикальный думаю нет я думаю скорее таких мелочах в косметических каких-то изменениях он будет выражаться ну в частности вот то что мы с вами обсудили политика в отношении ценового регулирования да она думаю имеет шансы поменяться то есть здесь логика что предыдущие пару лет бар балл был за счет предприятий а в то же время зарплаты раздулись ну по крайней мере я здесь оговорюсь я знаю что многие не ощущают этого роста зарплату есть да я опираю своих рассуждениях на статистику хорошо понимаю все ее минусом тем не менее рост зарплат там даже со все счетом всех оговорок он очень масштабный за последние два года то есть реальное выражение средняя зарплата она на сегодня на 20 процентов выше чем вот предыдущий перед военный пик то есть этому это гигантский рост то есть и отсюда напрашивается вполне что сейчас предприятиям надо дать выход выдохнуть домашние хозяйства люди они уже в какой-то мере поправили свое благосостояние даже если опираться вот на эти формальные цифры больше чем поправили поэтому рост зарплату может не так уже как минимум подталкиваться стимулироваться не создаваться такие благоприятные условия для него и в этом плане да думаю вот самый вероятный претендент на изменение приоритетность это ценовое регулирование и желание дать больше возможностей поправить свое финансовое состояние предприятиям также могут быть изменения под давлением ухудшающейся внешней позиции вот определенную часть этого года сформировался достаточно явный тренд на ухудшение сальдо внешней торговли потом чуть-чуть притормозился вот влиянием я уже сказал скачка инфляции в россии беременного улучшения ценовой конкурентоспособности на российском рынке но на более продолжительный период то есть том числе двадцать пятый год этот тренд думаю он с большой вероятностью вновь и вернется он будет преобладать соответственно это может подтолкнуть к давлению большему давлению на обменный курс что также может например ту же самую монетарную политику заставить вот воспользоваться той соломкой то что я уже понесла это ставки то нам все равно надо поддерживать положительными и отказаться от каких-то ожидаемых или запланированных шагов по смягчению там если не политики в целом то каких-то сегментированных направленность шагов по смягчению монетарной среды смотрите белорусским гостям будут со всех сторон говорят что экономика перегрета даже белорусский нацбанк на это намекает и тем не менее на следующий год запланированы высокие темпы роста которые очевидно будут достигаться дополнительными стимулами почему вообще правительство так уперлась в эту идею делать тут только в лекторальной кампании которая предстоит или все-таки есть какие-то рациональные экономические мотивы ну отчасти думаю да то есть то что политические соображения не преобладают над экономической логикой мне кажется очевидно последние несколько лет поэтому на 80 процентов так мы вскидку я думаю вот эта причина она дает объяснение но здесь еще есть интересная такая вещь которую вот мы с коллегами наверно там последние месяца три-четыре немножко в разных интерпретаций обсуждаем я бы уже такой больше исследовательской проблеме интересному вопросу свел смотрите вот это казалось бы неустойчивая механика восстановительного в начале уже последние полгода не такого восстановительного роста опирающаяся на фундамент растущего спроса из россии то есть мы говорим да она неустойчиво она вызвана спецификой функционирование российской экономики в условиях санкции военным спросом резонансом бюджетных и кредитных стимулов в россии на длинном промежутке да она наверняка неустойчиво но здесь возникает такой вопрос а насколько длинном промежутке мы говорили до какого-то порога это может могут полтора года то что последнее прошло то что эта модель как минимум держится ну это не да не долгосрочно это уже не совсем маленький промежуток и в принципе если вот повернуться в реальность а что дает подпитывает эту реальность это война в украине это санкционная среда и наличие у россии запасов которыми она может сделать плюс текущее поступление по нефтегазовым доход и вот эта совокупность условий ну то что она может просуществовать там неизменном виде 35 лет нет ну вот два три возможно там до трех лет допускаешь туда и это означает что потенциально для беларуси вот это питающая среда она может какое-то время осуществовать то есть говорить что это некая новая нормальность мне кажется не совсем корректно то есть вот это новое нормальное но правительство власти они хотят в этом видеть новую нормальность ну и на какой-то короткий промежуток в этом может быть рациональное зерно но то что в один момент это как карточный домик может развалиться вот это они я понимаю выносят за скобки или говорят ну как бы всегда все может развалиться я думаю что если пытаться вот найти более рациональное обоснование они хотят видеть в изменении текущей ситуации у это вот структурное кардинальное изменение которое дает экономике новые шансы но в связи с этим их идея разогнать инвестиционный рост на следующий год это вот подстроиться якобы под эту новую реальность вот мне кажется таким образом примерно обстоит ситуация но здесь еще последний момент упомяну я вот в прошлом году делал ресерч он был основан на беседах таких ну так называемых глубинных интервью с моими коллегами многие из которых не готовы говорить сейчас публично и там на сайте бюро ка он висит там не одна мысль вспоминается вот там один из коллег высказал что последняя мысль что последние два года макроэкономическая политика не приобрела характер игнорирования плохих новостей и пребывания в каком-то иллюзорном мире попытки вот такого wishful thinking постоянного вот я думаю что вполне вероятно мы наблюдаем вот такой wishful thinking вот все хорошее из фактов давайте в нашу картину мира и в нашу экономическую диагностику разместим а все хорошее устраним все плохое устраним сделаем и что то тогда можно получить какое-то рациональное обоснование вот для тех шагов макро регулирования тех планах которые есть но повторюсь пока базовые условия которые перечислил действует это какое-то рациональное звено имеет как только эти условия испаряются вот вся эта реальность она тоже испарится медным тазом могут накрыться все эти прогнозы и в этом плане кажуще всего сегодня благоденствия но может очень быстро смениться даже не штилем а вполне себе серьезным штормом спасибо дмитрий спасибо вам до свидания на этом на сегодня все с вами была программа оптимум и я андрей маховский сейчас есть еще возможность подписаться на канал белорусы рынок и поставить лайки всего доброго увидимся через неделю